Счастье С добрым утром! С вами новый выпуск Детские Вести и я, его ведущая, Марина Никифорова. Счастье, весенняя мода и очень интересный урок – вот наши сегодняшние темы. Сегодня Международный день счастья. А как вы считаете, что такое счастье? Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Счастье для меня – это когда я просыпаюсь на свой день с рождения и вижу перед собой огромный-огромный торт. Счастье – это когда кто-то любит другого. Я думаю, счастье – это просто радость и чтобы все улыбались. Счастье – это купаться в море, деть куличики, строить, ну, замки там, играть в снегу. Счастье – это мама, папа, братьев Миша и, конечно же, я, Антоша. И Алиса – кошечка. Счастье – это когда тебе хочется кричать на весь мир. Это когда ты обнимаешь своего щенка. Счастье – это когда тебе хочется прыгать на всю квартиру. Для меня счастье – это когда мои близкие на коньяху со мной рядом. У меня счастье, чтобы мой брат перестал болеть, коронавирус, кончится, чтобы можно было появиться в Россию. Счастье – это когда у тебя все есть, покупать еще что-то захочешь. Ну, самое большое счастье – это когда у тебя день рождения. Счастье – это гулять на улице с друзьями и играть в игры. Счастье – это когда рядом все близкие, никто из близких не болеет. И когда каждый день наполнил лёгкостью и радостью. Для меня не самое главное – деньги, нашим золото. Для меня моё самое настоящее золото – это мама, друзья, семья. И самое главное – это мамина душа. Счастье – это когда мы с моей сестрой играем в игры. Это мама и папа и бабушка и дедушка и мастеньки. Счастье – это подруги и компьютер и спорт. Пока! Пришла весна. Пора снимать пуховики, тёплые куртки и надевать… А что модно в этом сезоне? Девчонки, во что в этом наряжаться? Этой весной я хочу быть самой модной, но не знаю, как это делать, но я знаю, кто мне поможет. Сюжет с девочками из театра «Мода образ» мы делали ровно год назад. За это время они не просто придумали новых нарядов, но ещё и успели занять первое место на показе в Крыму. Сейчас девочки готовят уже новую коллекцию, придумывают образы, рисуют эскизы. Кто, как не они, смогут придумывать мне новый образ на эту весну. Что ты мне посоветовешь носить в этом году? Ну, на самом деле это зависит ещё от себя, в чём тебе будет удобно ходить. Тебе подошли очень модные акцентные брюки и водолазка. Пышное голубое платье с сеточкой. Был узкок телесного цвета, пиджак и брюки. Да, сколько модельеров, только и мнение. Нужно срочно разобраться в главных трендах моды. То есть узнать, что это весной будет модно, а что не очень. Весной этого года будут очень актуальны вот такие пышные рукавчики. Очень актуален цвет любой голубой, синий, то есть морская тема, она актуальна будет. Также в моду входят цепи, крупные цепи. Они используются не только на сумках, но и на украшениях, на шею, например. Ещё в этом сезоне очень модным будут всякие элементы из сетки, кожи и кружек. Кроме синего и голубого, модным цветом станет розовый. В одежде главное будет не только красота, но ещё и удобство. Не забывайте уделять внимание украшениям. Девочки из студии «Образ» их сами делают. Эпоксидная смола, сейчас очень модный материал, конечно же, мы не обошли его стороной. И использовали его в наших аксессуарах в этой коллекции. С использованием разных камней, золота, ракушек, камешек морских и так далее. В общем, украшайте себя, одевайтесь удобно, находите тот образ, который вам понравится. А мне в итоге девочки всё-таки нашли модные луки. А теперь-то я точно самая модная. Кстати, вы знаете, что в нашем городе проходит фестиваль науки? Он так и называется. Кстати, мы не могли пропустить такое большое событие. Смотрите наш репортаж с одной из самых интересных его площадок. И начинаем попросить. Вот это наука? Вопрос, это наука? То, что я сейчас делала, это наука? Знакомьтесь, это Дмитрий Борисович. Он приехал в Ульяновск, в Новосибирск, на фестиваль науки «Кстати». Кстати, сейчас он проводит урок астрономии для десятиклассников. Хотя я ещё только в пятом классе, мне здесь тоже интересно. Потому что урок у Дмитрия Борисовича не самый обычный. А теперь закройте один класс, а потом закройте другой. Посмотрите, как палец в ладость-то прыгает. При этом ничего не меняется. Я стою на месте, палец и на лице. Дмитрий Борисович занимается популяризацией науки. Вообще, он учёный. Раньше всерьёз занимался физикой. У него даже есть учёная степень. Он кандидат наук. Но потом решил, что есть и другие вещи, не менее важные, чем Нобелевская премия. В какой-то момент я решил, что достижение в новом кеме – это очень интересно. Но мне хочется попробовать себя в другой школе. С ним хочется попробовать побыть наставником, преподавать. Мне хочется посмотреть на горящие детские глаза. На уроках Дмитрия Борисовича не хочется спать или пускать самолётики. На них одинаково интересны и детям, и взрослым. Тем, кто хорошо понимает, о чём идёт речь, и тем, кто впервые слышит о теме занятия. Наш урок длился больше часа. Но мы даже не заметили, как пролетело время. Урок проходил в более простой форме, более лёгкой. То есть не было напряжения, что ты сидишь в школе и слушаешь какую-то занудную, заученную информацию учителя. Сидеть на уроке в школе, кстати, совсем не обязательно. Вот и нас Дмитрий Борисович позвал на улицу. Какая астрономия без телескопа или без возможности полюбоваться на звёзды? Посмотрели на Солнце. А ведь нам раньше говорили, что такое невозможно. При этом урок не останавливался ни на минуту. Я вам больше скажу. Вот через примерно две минуты Солнце будет кругом на юге. Я сейчас скажу точно. У меня всё записано. Наша астрономия длилась почти два часа без перемен. Мы даже не устали. Вот что значит занимательная наука. Здорово, что есть такие фестивали, как и кстати. На них любой может почувствовать себя учёным. Кстати, фестиваль этот всё ещё продолжается. Вы ещё успеваете на него попасть. Давненько что-то мы не отвечали на ваши вопросы. А ведь иногда они бывают такими, что недолгую голову сломать. Вот как у следующих гостей нашего выпуска. Сорока-сорока, где было далёко, Кашку варила, деток кормила, На порог скакала, гостей созывала. Гости услыхали, быть обещали. Этому дала кашки, этому дала кашки, этому дала кашки, этому дала кашки, А этому не дала. Ты, мальчик, мал, хуйка не драл? Нет тебе ничего. Мизинчик не помогал, потому что было очень мало. Ай-яй-яй, как же так? Нам пора заканчивать. Но не расстраивайтесь, мы вернёмся к вам через две недели. А пока смотрите инструктаж по погоде. Он обязательно пригодится, чтобы не скучать в эти выходные. Хорошего вам настроения и до новых встреч. Пока! Уже неделю как сожгли масленицу, А весны до сих пор нету. Весна! Ау! Уже с недели марта! С вами был ваш инструктаж по погоде, я Кувалин.